Весел, ты всегда говоришь, Карима классная. Передайте ему привет. Очень хороший парень. Меня в школе не обижал. Послушай песню Зубишу. Говорю, я знаю эту песню. Некоторые когда-то меня убивают, например, точный адрес любите своих сестерских, когда встречаются в Беске, говорит, да. Лёль, вообще. Можете обойтись без маникюра или покрытия месяц? Да, конечно, могу. Вы хотите выйти замуж? Я же говорю, ночами не сплю, так хочу. Вы когда собираете замуж? Когда я встречу человека, за которого я выйду замуж? Хотела проверить мой телефон, а я не дала. Но вообще надо правильно расставлять свои границы. Вот единственная проблема, то, что делают огромную ошибку наши женщины, это проверяют телефон своего молодого человека. То есть нужно расставить правильно границы, то есть саму не проверять и не давать ему проверять свой телефон. Это вообще ненормально, то, что у вас нету доверия между друг другом, и он там постоянно претендует на твою, на твою свободу, на твою как бы телефон. Это что-то личное. Это должно оставаться перед вами. Девушка, вам муж не нужен? Не нужен. Прямо откуда можно взять? Купить, заказать? Я не знаю. Я в Турции покупала, в Дубае покупала. Не в Ташкенте. Это правильно. Я согласна. Вот. Поэтому у каждого должны быть личные границы. Если у вас их нету, то есть это уже начинается, что у вас реально токсичные отношения, где вы проверяете друг друга и все остальное, ну, как бы, ненормально. Я вообще не проверяю, не пыталась. Так нужно было правильно расставить их, расставить границы еще раз, чтобы никто вам ничего не проверял. Потому что отношения не складываются на доверие в первую очередь. Я привязываю очень хорошо. Спасибо. В каком университете в очереди с Айлдс сдавали? Если есть, то сколько. Никогда не сдавала Айлдс. Меня приняли по интервью, по видеоколу. А вот когда муж узнал, не ревнует друг друга. Телефон. Это личный человек. Абсолютно верно. И мне реально очень жаль. Я слышу это не в первый раз, что парни проверяют телефоны своих девушек. Это просто полный бред. Человек должен доверять другому человеку, и все. И то есть не лезть вообще в такие вещи. Меньше знаешь, крепче спишь. Ботаник сестренка моя молодец. Я тебе вполне надо, Бог помогает. Что? Салам. Все, хуешат, я поняла. Кстати. Я хатно и жужжу эту песню. Мы в школе, когда учились, 50-й. Всегда ее пели. На самом деле, да, когда мужчина любит, он из-за такого не расстается. То есть это был повод, наверное. А вы слишком наивны, чтобы поверить в то, что это был повод. Доверяй, но проверяй. Не, ну проверяй других в жизненных ситуациях. Не в таких ситуациях же, когда ты телефон должен проверять. Но это идиотично помню. И увидел переписку. Ну вот, молодец. Значит, сама не очень сильно любите его, раз вы позволяете себе переписываться с другими парнями. Я верю в тебя. Выходи замуж. Или человеку нужно ставить в курс, что у вас есть друзья. То есть все должно быть на правде. Вы в жизни веселая, но, наверное, очень сильно веселая. Вы даже удивитесь. Как вы смотрите подружки у меньшего возраста? А? Подружиться меньше возраста? У меня есть друзья, мне хватает друзей. Мне новых друзей не нужно. Спасибо. Я вас видела на кадр, что-то что вы говорите. Я там, кстати, была может, полтора месяца назад. Я, может, была купить масло. Я улетала в Италию. Я там искала его. Каримов, здравствуйте. Здравствуйте. Карим, привет. Карим, вы все точно настафируете во время всего. Не разрешать дружить с мужским полом. Ну, реально. Тогда не нужно было дружить с мужским полом. Если вам запрещает ваш любимый человек общаться с мужским полом, раз для вас это нормальные границы, то вам нужно было не общаться и не делать так, чтобы ему было неприятно. Если вы на это согласились. Я бы, конечно, такое не согласилась. Но если вы согласились на это, то да. Я мечтаю с вами строиться в реальную жизнь. Мы не сапа с вами. Нет, я одна. Как приобретать больше друзей и быть с вашего? Ну, то есть, это знаете как. Наверное, вам нужно больше находиться в компании, записаться на какие-нибудь курсы, там познакомиться с людьми, быть больше открытой, честной. Какой вы человек, таких людей вы будете привлекать себе? Что сделать, чтобы он простил? Ну, уже поздно что-то делать, чтобы он простил. Наверное, нужно позвонить и поговорить. Вы взрослые люди, сказать. Вот так-то, так-то. Объяснить, кто этот человек был. Если ни разу не ругали за семь месяцев, ну, я не знаю, это вообще не повод переставать встречаться, расставаться. То есть, если переписка была какого-то неправильного характера, интимного характера или флирт, тогда вина на вас полностью, не нужно было переписываться. Тогда и не было бы проблем. Я не знаю, сколько лошадиных сил, честно говоря. Я не разбираюсь. И уйду с родной сестрой, а у меня это не просто переписка была, может, голые фотки. Но нет, так нельзя говорить. Наверное, девушка не такая, чтобы отправлять голые фотографии. Так, похож с сестрой. Да. Наверное. Привет, Казахстан. Привет, Узбекистан. Карина. Меня зовут Карима. Пожалуйста, не называйте меня Кариной. Привет, Салам Дёна. Жизнь была очень красивая. Спасибо большое. Можешь, как я посчитать вашу номер телефона? Прошу простить. Я не знаю, личный вопрос. Вы серьезно думаете, что я дам свой номер в прямом эфире? И даже вам, человеку, которого я не знаю, мне не дарит цветы? Что делать? Как намекнуть? Ну, это вообще огромная проблема. Я не знаю, почему мужчина считает, что женщина не нужна дарит цветы. Всегда уважался, не выхаживал, никогда ни разу не грубил. Но вот смотрите, я вам уже объяснила ситуацию. Зачем нужно было переписываться с другим парнем, когда у вас есть парень? У меня есть подруга, хотя я мальчик, но у нас прям очень крепкая дружина. Моя девушка всегда ревнует, ее парень тоже ревнует от меня. У меня точно такая же проблема. У меня есть лучший друг, и меня всегда к нему ревнует. И его девушки всегда ревнуют ко мне. Но мы как и не переставали общаться, так и не перестанем. Не обращайте внимания. Девушки меняются, друзья никогда не уходят. Здравствуйте, Карима. Как раз я сидела ЛПМ, то у кого у меня нету татуажа, у меня нету ламинации, ничего из этого. У меня просто щипают брови. Я крашу гелем обычным. Либо с цветом, либо простой, как бы, как называется, бесцветный. Так. Любите Самарканд? Ну, я люблю все города Узбекистана. Как-то. Ташкент люблю тоже. Здравствуйте, кто ваше имя поставил. Я тоже Каримахон. Ой, так классно. Я так мало знаю Каримахон, кого зовут так. Прорезан с дружбой твоего просаночка. Да, абсолютно верно. У вас были или есть комплексы? Есть комплексы и были комплексы. От них не избавиться, они есть у всех. Поэтому я не считаю, что это плохо. Ты считаешь себя высокомерной и смогла бы полюбить простого парня? А высокомерие не оценивается в влюбленности в простого парня. Это первая очередь, что я должна сказать. Я не разделяю богатых и бедных. Это второе. Третье. Я абсолютно не высокомерный человек. Я просто знаю себе цену и себя очень сильно уважаю. И не размениваюсь. У вас правильно кажется? Больше или сильно красить один глаз? Не знаю. Видимо, у меня асимметрия, друзья. ну все. Что значит слово закрепки? Это значит витамины, которые я пью. What's up, babes? Все еще следит за мной в инстаграме. Все нормально будет у вас. Если любит, то простит. Если не любит, тогда не стоит даже вообще это все продолжать. На самом деле, может, повод искал расстаться. Но самое главное, не стоит унижаться. Мужчина не перестанет уважать ту женщину, которая унижается. Перед ней прости, умоляю, вернись, приедет, поговорим. Я тебя люблю. Спасибо. Можете показать свою комнату? Не могу. Это тоже личная. Карим, пожалуйста, откройте свои постами. Что? Баба, до чего даже за мужиками убиваетесь? Ну, есть такие, которые, которые так переживают за свои отношения. Как относитесь соучилик? Нормально. Ко мне приходит соучилик. Нормально. Я смотрю. Ничего плохого в этом не вижу. Именно. Ну, я бы хотела, конечно, чтобы по-другому все было. Именно. Но моя девушка думает, что я встречаюсь с моей подругой. Но это же так, тупо так думать и думает, что это очень классно жить с девушкой. Иначе, что это ремачка и одна девушка. Да, но это глупость полностью. Если бы вы с ней встречались, наверное, у вас не было бы девушки. Добрый вечер, вечер, добрый. food for life. Как можно перестать сутулиться? Не знаю, мне мама по спине дает. Я сразу перестаю сутулиться. И когда услышала, что сестренка мне сюда, вот Карим подписалась на вас. Добро пожаловать ко мне в клуб. В какой школе училась? Я у многих в школах училась. Узбеки, можете говорить. Узбеки, могу говорить. Не правда твоё мнение про парней. Но у каждого есть своё мнение за счёт этого. Поэтому. То есть не надо просить прощения. Юлифар, милая моя девочка молодая, напишите мне в личку, я вам посоветую, ладно? Просто я не знаю вашу ситуацию и не могу вам советовать. Пока не пойму, что случится. How can I forget about my ex? Why would you forget about your ex? What happened? Как бы отнести к тому, что у вас мужчина подруга. Что? Да, спокойно, нормально. Я потому что адекватная. Я хочу знать эту подругу и всё. Что за тема? У нас тут тема девушек. Любовь, дружба, измены, расследования. Какие витамины предлагаете для здоровья? Я не знаю, я не пью, я только пью чёрный тмин. И что я ещё пью? Магни B6 всё. Так давно вы уже психологом работаете. Ну да, почему читать про Камола не отвечать? Она не живёт с вами. Камола, моя старшая сестра, она живёт со своим мужем и тремя детьми. Почему должна моя старшая сестра жить со своим мужем и тремя детьми в нашем доме? Выглядит, you have to solve this kind of problems? No, I don't have to solve this kind of problems, but someone is asking, that's why I have to help. I can't believe. Карина Добрёч, как весело туда, учительница по психологической культуре. Не, не, то что. Как могу, так помогаю. У меня 19 не было, ни парня, ни отношения, это нормально, это нормально, и всё, вы прекрасная. девушка бережёт себя, и это всё правильно, поэтому никого не слушайте. Если вам кто-то скажет, что в 19 лет неправильно иметь парня, не слушайте. Вы ещё молодая, у вас вся жизнь впереди. Берегите себя с молоду. Очень интересно смотреть эфирки. Пройду или добора. Ха, эфир добавь мне, Карим, можно, нет, нельзя. Ты вообще не читаешь моё письмо столько и раз. Я написала, вот прочитала, у вас есть парень. Чё ещё он не пишет, а с вами. Я на вопросы личного характера не отвечаю. Все это помнят или не помнят? Карина, я тебя очень люблю, серьёзно. Меня зовут Карима, но очень приятно. Карим, подкройте свою кондитерскую. Обязательно. Красиво говоришь на английском. Оп. А мне тоже, можешь помочь по псих? Нет, мужчинам я не помогаю. Просто шёвку, бровей делали, нет, у меня свои брови. Я делаю просто гель для бровей и щипаю их. Я вам напишу в личке, не ожидала. Ну, видите, когда кто-то меня искренне просит помочь, я не откажусь никогда. Как вы думаете, нормально ли составить в отношениях 17 лет? Нет, это ненормально. Не стремитесь к Западу, к Европе. Берегите себя, реально. 17 лет. Ещё головы нету. Натворите дело, потом будете расхлёбывать в будущем за прошлую свои ошибки. Умейте готовить сложные блюда? Я всё умею готовить. Слава Богу. Как тебе можно написать личку? Мужчинам личка для вас закрыта, на самом деле. Только девочки можете мне писать, я буду вам отвечать. У вас есть охранник? Нет. Кстати, он бывший парень вашей подруги. Интересно. Тогда ситуация меняется, я не смогу вам помогать. У тебя душа чистая, обожаю тебя. Слава из мешки. Я вас уважаю. Можете сказать самый простейший, очень полезный совет от психолога. Какой? Какой? Искренне помоги тогда. Посоветуйте делать растушёвку девушкам. Нет, не делать растушёвку пользуйтесь касторовым маслом, разными маслами для бровей, которые укрепляют. Пейте витамины, вырастут у вас свои брови. Зачем делать вот эти ужасные нарисованные брови? Это же так некрасиво. если делать растушёвку, то только пудровый такой, знаете, пудровый, как сказать, такой, немножко, не сильно. Почему я обрадовалась? Вы вышли бы замуж за мужчину, моложе вас? Нет. Это личное бывший парень, ваши три, ваши парни. Что? Скажи, привативара. на психологический совет для позитивного мышления. Ну, вы можете здесь спросить, я постараюсь ответить. Желаю счастья вам, счастья, много, много, будьте сам счастливы, сам, сам. Рахмат. Хотелось полюбить, как в фильмах настоящая вещь, это вообще возможно. Из кого магазина покупаете одежду? Ну, как один человек мне сказал, что я только зарубь, мостима Дутя ношу. Вот так вот. А у вас не растушевка бровей? У меня не растушевка бровей. Тойху, доху, да. Вот эти тоже некорректные вопросы задавать девушке. Если вас это очень интересует, то да. У меня есть бровей красивой. Просто думала, что можно делать растушевку, поэтому решила сделать и так свои брови. Расскажи сказку для сна сегодняшнего дня. У вас как-то светлый хобби. Пожалуйста, отвечайте, любимчики. How many language do you know? Я уже отвечала на этот вопрос тысячи миллионов раз и еще не готова отвечать на этот вопрос. Вот. Уверите, что мысли материальны? Абсолютно, абсолютно. Вы даже себе представить не можете, поэтому всегда позитивно думайте. Все плохие мысли это от шайтана, все хорошие мысли это от ангела. Can you separate what separate origin stuff from fake others like ones like Муниса? I think everyone can do that. Можно я тебя на подписку отправлю? Любите десерт так, чаты готовить? У меня дома любят десерты. Цитаты, которые выгодят сами себе. А у меня нету этих цитат, которые я говорю себе и каждый день или что-то такое. Я предлагаю тебе дружить со мной, не в смысле огенский. Спасибо, мне друзей хватает. Вы очень добры. Есть ли лагерь в детстве? Да, я почти все свое детство в лагере провела. Все Мурги мой самый любимый лагерь. Еще раз от души много счастья и всего самого доброго в вашей семье. Спасибо вам огромное. Прямо соответствуют ваши слова вашему логину или как нейму, юзернейму. Карима Папа, почему у вас после времени прямой эфир и вас нет? Не знаю, какой-то бы сестры у меня срезаевой. Нормально, прикольно. Вы считаете себя умной? Считаю. А синамон умеете готовить? Да, умные? Вы ответите мне, чего? Да, Юльфар, напишите, я вам отвечу. Мне только скажите, кто ваш парень. чем вы занимаетесь сейчас? Я сейчас как видите лежу в своей кровати. А у вас домик смотрели? Я тоже хочу на завет если мне смотреть. Да, конечно, мальчики, если вы смотрите, то обязательно посмотрите, вам будет интересно. А в школе встречались с парнями? Интересно? Нет, у меня в школе не было парней, у меня были другие интересы. Вы с какой нацией мусульманка? Или вы были просто обалдеть? Есть люди, которые думают, что мусульманство это нация? Серьезно? Нет слов. Какая страна вас привлекает больше всего? Узбекистан, родина моя, она юрта. Каймухам, привет. Кто ты такой? Кто ты такой? Коти такая. Как мне нравятся люди здесь. Просто иногда поражаюсь. Товарищи, выясните, в какой студии делать? Такая красивая. Карен, папа, почему мне не отвечать? Я не могу вам по тысяче раз отвечать, я считаю, я стараюсь другим отвечать тоже. Футбол или бокс? И футбол, и бокс. Ой, не могу. Не, я имею в виду мусульманка или, конечно, мусульманка, альхамдуллила, о чем вы говорите? По характеру как найти свою половинку? У меня нормальный характер, друзья. Вы, все, что вы видите здесь, это мираж, запомните это. Доброй ночи, советуйте, пожалуйста, хороший текстильный сериал или фильм заранее. Спасибо. Вы обидчивая, у вас сложный характер, кажется. Я очень обидчивая, на самом деле. Я ранимая. Вы шопоголик или не страдаете этим? Я думаю, что каждая девушка в душе шопоголик. Вы шопите за границей или планируете улететь скоро? А, да, шопаю за границей, планирую улететь скоро. Кто по знаку зодиака? Я телец. Вам сколько лет? Я вас очень сильно люблю. Спокойной ночи. А вы ругаетесь муниса, потому что мы близнецы, и мы почти каждый ругаем. Считается ли вы это нормально? Я считаю, что нормально ругаться родным сестрам. Без макияжа ты бомж. Какой вы милый, Сафаров. Дай бог вам здоровья. Надеюсь, вы без макияжа тоже не бомж. Карима, здравствуйте. Можете вы рекламу сделать? Я вставлю ресницы. Я не делаю рекламу по бартуру, простите. Карим, как его работают? Вы психолог? Вы знаете, я уже думаю переквалифицироваться и быть психологом на самом деле. Потому что мне кажется, эта работа мне больше подойдет, чем все что-либо. Почему не спите? Не знаю, не спится. Мы английские хорошо, взрослые, не знаю. Ну, так. Живой, наперед, к кому можно обратиться? Так, don't come to Dubai is too hot. Okay, I will not, I'm not even planning to come to Dubai. Так, откуда знаете Джохангиру? Джохангира, я не знаю, никакую девочку Джохангиру, может, вы про мальчика говорите. Продумала, что вы психолог. Считаете ли вы историю на пластике? Это номер, норма. Я вообще считаю, если человек с собой недоволен, что нету никакой проблемы изменить это в себе, если он от этого станет лучше себя чувствовать. Сейчас время другое, ты можешь сделать все, что тебе угодно, да, то есть, если тебе некомфортно в своем облике, ты можешь делать все, что угодно. Вас очень интересно слушать. Благодарю. Добрый вечер. Вечер добрый. Кто по профессии? Я в университете изучала медиокоммуникацию, журналистику. Вы на змею похожи, прическа. Ну, что сказать? Истина выходит. А вы делали пластику? делала нос. Вы меня раскусили. Это единственная пластика, которую я сделала. Прискажите, я, оказывается, ширина, длина, высота. Хочу с вами встретиться. Вы феминистка? Нет. Абсолютно нет. Я не за равноправие. Хотели бы сделать ринопластику? Сделала, но неудачно. На Кландо Джон. Просто я не отвечаю на этот вопрос, но, блин, все любят спрашивать этот вопрос. Так, жить нельзя с тобой в личку, нельзя любить, нельзя про парней, вообще мне неплохое. Поэтому, мне неплохое, мне у вас неправильное вообще мнение обо мне, но мне все равно. Пожалуйста, не могли бы посоветовать, как улучшится русский язык, какую книгу надо читать, без своих гайдз. Ну, я думаю, что вам нужно читать классику литературную, да? Вот, все, что преподавали на литературе в школе, вот так вам нужно и учиться. Самое лучшее это разговаривать, писать, слушать, то есть смотреть фильмы на русском языке. Желательно там мастера Маргарита начать. Я думаю, что она еще и поучительная. Очень. Это мое любимое произведение, поэтому. Привет, вы учились в 50-школе? Да, да, я училась в 50-школе. Девушка младше вас, которая была в вашем сторис одета по санктону вам. Ее зовут Юлдус, она моя дворная сетренка. Вы немного холодно отвечаете, не замечали? Нет, я не замечаю. Я просто очень сдержанно воспитанная, но люди это считают за высокомерность. Карим, это не прямой эфир, а интервью Карима Резаевой. Не говорите. Как звали парня, которого вы любили в детстве? У него нет имени, потому что я никого в детстве не любила. В школе, в садике никого абсолютно. А вы где... А где вы... Что? Где вы в Узбекистане? Да, вы как-то показали книгу «Жди меня». Про что она? Не «Жди меня», а «Обними меня крепче». Это психологическая книжка про отношения. Спасибо за ваши советы, за два раза больше нас создан. Спасибо вам огромное. Девочка в столице в Мунице. Кто такая прикольная девчушка? Это подружка и на дочка. Абиба зовут. Ответили у меня есть. Я спрошу вас совет насчет измены мышления. Спрашивайте, я вам отвечу здесь. Мунице, ты здесь? Мунице нет. Заметили, что я самая долгая прямой эфир? Карима Резаевой. Да, что-то долго я сегодня сижу. Не выйти? Может, с вами познакомиться как друзья? Нет. Вдарик, отвечайте нет. Карима, почему ты не знакомишься с нормальными парнями? Не знаю, не хочу. Если парень изменил по пьяни прощать, нет оправдания измены. В пьяни, не в пьяни, ничего. Кстати, у тебя красивая улыбка, комплименты, можно думать, все это же время. Да, спасибо. Менгита, я самая. А вообще, замуж собираетесь? Нет, собираюсь всю жизнь одна жить. Такой фильм хороший идет, по кинотеатру HD. Бесплатная реклама. Так, кто я хочу? Это я, Букун Кич. Комедия, кино, совет. С вами так приятно разговаривать. Спасибо. Спасибо, милашки мои. Не может быть, что вообще не влюбляюсь, что хоть один влюблен. Нет, в школе я имею в виду. В школьные годы у меня были другие интересы. А в другом возрасте, мне уже 28 лет, у меня были отношения, а вы, девочка, дорога, отвечаете, у меня есть стихи, как я могу передать вашему сестре, подскажите, пожалуйста. Не понимаю, что вы говорите. Монечничьи ельцес, 93-й. Сегодня вы ничего не приготовили? Нет, сегодня я ничего не готовила. Но мне папа отправил рецепт, я его должна приготовить завтра, наверное. Замуж надо выходить по молодости. Замуж нужно выходить по глупости, друзья. Ой, я вас видела вчера, классно. Вы перфекционист? Скорее, да, чем нет. Hello, hello. Нечики, аргент, 28, ваше любимое место на этой планете. Наверное, объятия папы с мамой. А вам нравятся пухлые парни? Я не думала даже об этом никогда. Видела про измену в одном лодке. Вот, на моей шоколе осмотрим фасу рецепт медовый. Рецепт медовый. Я медовый не готовила еще, но я могу его приготовить и с вами поделиться рецептом, не проблема. Это на маке работаете. Это как понять? А, да, на компьютере мак у меня, да. Медовый делаешь, делаешь. Вопросы просто топ. Да, у меня всегда очень интересные вопросы. Только за мужество, психология и астрология. сейчас начнется. Что вы думаете о тельце? Что вы думаете о раке? У меня тоже нет жена, жар, длимись, баррикян. Человек по глупости, по любви. Карим, у тебя же свадьба должна была состояться. Это неправда. Мне приятно общаться с умными людьми. Благодарю, Лика Морти-Сморти-Сморти. Нравится вам? Нет? Какие известные психологи по вашему дают отличные советы. У меня нету определенного какого-то любимого психолога. Мне нравятся высказывания Хакамады. Я считаю, что она уникальная просто личность. И все, что она говорит, мне очень близко. Она очень мудрая, не по годам. Хотя она взрослая, но она очень мудрая. Мне нравятся такие люди, такие женщины. Я почти каждый день гуляю на эго-парке, почему вас так мало видно стало. Нет, я не в эго-парке же сижу, я в Ликантине сижу. Я не гуляю там, уже как раньше. Заварнивашизор, Ахмат. Заварны очень вкусные получаются. Вам просто нужно правильно их приготовить у вас будет. Раз, поделись с любимыми книгами. У меня их много, я не могу выделить одну. Вот через 50-й школе, верно, да. Развод норма. Развод норма, если у вас плохие отношения, и это мучит ребенка. Потому что в будущем он примет вашу норму поведения. И когда говорят, я живу ради детей, это самое ужасное. Потому что вы занимаетесь самопожертвованием. А это самопожертвование потом примет ребенок ваш. У вас есть другие интересные, хобби, кроме выпечки. А нет, почему именно Porsche Taycan выбрали? Мне нравилось. почему перестали заниматься проектом барышня-крестьянка? Ой, вы меня еще с того времени знаете. А, ну, потому что у меня был конфликт с моими работниками. И я просто отдала этот проект, потому что я потом перешла на все умли и на мели. Их теперь ничего делать в эко-парке, если вас нет там. Иначе, по-моему, не еще поймешь. Ладно, Карим, придет день, когда мы встретимся. Скажите привет, психолог. А ты тоже будешь знать, что и я. Спокойной ночи, сладко с ночью. Спасибо. Мне больше нравится Лапковский, а в речи Хакамонт кажется больше воды. Ой, вы, значит, разбирайтесь. А мне Лапковский тоже нравится. Он такой, знаете, он разговаривает на нашем таком доступном языке. Без этих психологических терминов и всего остального. Поэтому мне он тоже нравится. Но Камада, она мне нравится, потому что она разговаривает загадками и тебе нужно думать все, о чем она говорит. You visited Dubai? Yes, I have visited Dubai before. Я вас очень уважаю, люблю, спасибо. Приветик, ваша мечта. У меня нету мечты определенной и даже если она, ну, как бы, понятно, есть, но прям такой, чтобы неисправный или не, как вам сказать, нет нерешаемых проблем и нет мечт, которые нельзя исполнить. То есть, да, поэтому ты не найти свою половинку, бог знает лучше. Кино вы советовали мастеру Маргариты? Да, есть экранизация, есть книга. Ну, лучше прочитать книгу, а потом посмотреть экранизацию. Карим, Карим, Каримочка, смотрите интервью Дудя. Нет, мне советуют посмотреть, я не смотрю, нет, не буду говорить, что есть. Карим, можете один раз делать сториз, рекламу, мой аккаунт? Не могу. Не работаю так. Испомните, сколько книг читаете за месяц? Достаточно? Не считаю. Всегда по настроению. Карим, вы на маму похожи? Ну да, наверное, да, чем нет. Какой герой нравится из Марвел? Черная пантера. Ну, не знаю, нет такого прям. Экранизация на Мадагиана. Экранизация, это когда фильм, то есть по книге снимается фильм. Спасибо большое, да, Аллах вам здоровья, счастья, любви, благодарю. Вам нравится сильно кандалаки. Да, вы не жалеете, не желаете иметь детей. Абсолютно сильно желаю. Очень хочу детей, но для того, чтобы иметь детей, нужно выйти замуж, друзья. тигр лучше всех. Фильтр сейчас стоит, стоит, фильтр стоит. Пламенный привет от семьи Боэтон. Очень приятно, не знаю, кто вы, но очень приятно, благодарю вам, тоже отрезаю их привет. Вы сестра или сестренка или сестренка? У нас 7 лет разница. У вас есть еще мечты, которые еще не сбылись? Ну, наверное, только вопрос в семье и в детях. Все. Турешки сериалы любите? Да, мама Яшималя, да, добрый вечер. Вы такая прямая, обожаю вас прямые эфиры. Смотрю, настроение поднимается. Благодарю вас. Вам нравится песня Ольга Бузова? Нет, не нравится. Я считаю, что она очень крутой шоумен, да, не шоуумен, да, будет правильно говорить, да, но я считаю, что она абсолютно не талантлива насчет голоса. Вы правы, в скором времени случится выйти обязательно замуж. Сколько детей хотели бы в будущем? Сколько Аллахтас? вообще, хватило по троих. Жалко, что я не олигарх, у тебя характер хороший. Какие же у нас люди безграмотные? Идут ваш рост от двойной стрелки. Астеляшки только вам гихаринь. Среди вчера ли скидки хабирам за опачам болят лошу, чайков йон до тайкан до шотки. Хова прахмат. Амунис, ты здесь? Мунис здесь нету. Вместе живется мунис, да, вы хотите совершить хач или умру? Я думаю, что такие вещи, такие как бы поступки нужно совершать в правильное время и в правильном состоянии, да. Я думаю, что я пока еще не готова. Конечно, я бы хотела, но нужно кардинально менять свою жизнь. Для меня, лично. Я такого, таких, такого как бы настроения придерживаюсь, да, настрою. кем увидит себя через пять лет. Ну, это такой примитивный вопрос. Не собираюсь на него отвечать. Пусть это останется со мной, да. Папа, то самое лучшее человеке, мама вежливая. У меня еще с родителями повезло, слава богу. У меня и папа шикарный, и мама у меня прекрасная женщина. Поэтому я счастливый человек. Вас любим. Я вас тоже люблю, девочки мои. Мунисопа не с вами живет, Мунисопа живет с нами. Садом, умом, негатив, йог. Ну, на самом деле так, но почему-то все во мне видят один негатив. Один-один after lessons waiting for you. Ха-ха, очень смешно. Пожалуйста, не прекращайте прямой эфир. Я постоялась. You're the who doesn't ignore all of the comments. Huge respect. Thanks a lot. I'm trying to answer everyone. Salon, it used to carry the bags. Не успел прочитать. У вас есть друзья-близницы? Нет. Нет. У меня есть сестренки твайерные. Малика, Анора. Анора Малика, Карима, добрый ноч, когда будет бухтворительная акция Food for Life? Каждую субботу проходит акция Food for Life в 12.30 в час сбор. В 12.30 я уже выезжаю из дома обычно. когда выйдет уже вот так. Что? Я тебе желаю сестренку удачи, счастья, хорошего можно. Рахмат. В Азрацке скорее от Жазиры. Что это значит? Замечательно, девушка Карима. Вы же не хотите замуж. Не совсем так. Не хотеть и не иметь подходящего человека. ну стандарты уже другие, понимаете, высокие стандарты, к сожалению. Это плохо, но что делать? По глупости нужно было, по молодости, когда еще мозгов не было. И построиться можно было под мужчину. Волосы очень красивые, Карима. Девочка добавила в ЧАЭС. Что делать? Исправлять ситуацию или не писать того, чтобы вас добавляли в ЧАЭС и научиться правильно ухаживать. Обидели, отправьте цветы. Легко и просто. Вы похожи на Алину Шишкову? Реально? Нет, я на нее вообще не похожа. Вы что? Завтра можете выйти из дома в 9? Нет, не могу. Есть парень? Не отвечаю на вопрос личного характера. Я люблю и улыбку. Скажи ей обязательно. Домашний привет. Рахмат. Уже поздно у вас он убежал, что ли? Нет, для меня это еще рано. Кентл или Кайли? Кентл и Кайли. Можно фото в жизни? Нет. Я не фоткаюсь, кстати. Ну, я не хочу фоткаться, потому что я не звезда. Пожалуйста, вы когда-нибудь обижали родителей? Ну, мы все обижаем родителей невольно, да? Ну, я очень ими дорожу, поэтому я стараюсь их вообще не обижать. Только добрые, милые слова кричат, понимаю, обижают, тоже понимаю. Всегда я виновата. но мне так нравится. Я не хочу их обижать, потому что они взрослые, и у них не бывает настроения, и они нам дали жизнь. Мы должны их уважать и понимать, и любить. Очень умное спасибо. Девам Пава, желаю здоровья, удачи, хочу вас видеть. Джасик, привет. Тут мой одноклассник зашел как раз. Ничего, 6, 28. Три принципа, которые никогда не нарушаете. Вы знаете, у меня куча принципов, на самом деле. Я очень принципиальный человек. Я все сдерживаю принципы свои, и мне очень тяжело прогнуть, да. Но есть человек, из-за которого я ломаю свои принципы. Спать надо, а не винить себя. Как вам понравилось Мэтт Галла? Ну, я посмотрела, я не была в восторге ничьим образом, кроме, наверное, Ким Кардашьян и вот ее сестренки такое блестящее платье, которое было. Не Кендл. Кендл, да, Кендл, не Кайли, правильно. Я вот еще, я тоже вот еще подходящая девушка, тоже высокий уровень жизни Архангель, право число знаете подходящего. Да, да. Вот это все высокие стандарты, да. Каждый себе поставил, поставил планку, а потом под нее тяжело найти человека. Сетеренка Ангель, кто знает программы, что видит русские сериалы, если ты хочешь, можем сфоткаться со мной, спасибо. Как вам Милан? Супер, мне очень понравилось. Я, правда, там была полдня, но мне за эти полдня было очень, понравился город. Узбича Балясма, Карима, и Узбич, Узбит, но Яша Бальмима. У вас в Лиане был молодой парень, он хорошо пил, куда он пропал? Он сейчас в Германии, в Минькине, его зовут Сейда Зим. Это мой дворный братишка. Салька Джона, ну че, че, ну ассалам алейкум, как вы? Атабек, здравствуйте. Яшима, как вы? Ким и Кендалл, сестры ведь, да, почему у них фамилии разные? Потому что у них разные отцы. Один Кардашьян, а второй Дженнер, фамилия, который стал женщиной, кстати, трансгендер. Американский пирог, фильм смотрела, да, смотрела, но это же когда в детстве было. Мусин Толкачон, Эрта Ябунки, Чикаковой, благодарю, хорошо. Кендалл, красотка, да. В общем, мне тут пишут, что у меня заканчивается эфир, минута 53, поэтому вы можете сказать мне свои последние слова и последние вопросы. На что успею ответить, отвечу. Какие маски используются для волос? Коньяк, мед, рис, желток, ну все, а так, как понравился фильм, какой фильм, молодой человек, вы задаете вопрос не в попад, я вообще вас не понимаю. Мне очень понравилось впервые в вашем прямом эфире, теперь постараюсь всегда вас. Кузаткианский, спасибо. Спасибо. Так, спокойной ночи, злокисного фальшозера. Он тоже спокойной ночи, look like AJ. Наверное, отправится на быть трансгендером. Ну, я не знаю, у меня интро-гендер. Мне просите прощения, вы мне напишите в личку, я вам посоветую, честно, от всей души. Первые мысли, когда утром открываете глаза. Благодарю за то, что я открыла глаза. Альхамдулила, говорю. Здравствуйте, ваша профессия. Медиа, коммуникация, журналистика. Уф, американский фильм, так, чемпионат Гориске, уходу, холосман, так, написано, яши, яши, гуднайт. Итак, мои хорошие, благодарю вас за прямой эфир, за вопросы, за тупые, за умные вопросы. Как-нибудь зайду еще, пообщаемся. Всем пока.